Здравствуйте! Человек отличается от животных именно своей разумностью. А в чем же заключается разумность? В первую очередь, в правильном понимании цели и смысла жизни. Для животных удовлетворение четырех базовых потребностей – сна, еды, секса и самозащиты – является исчерпывающим. Это то, что называют инстинктами. Конечно, многие люди также находятся на платформе этих четырех потребностей. Но разумный человек призван ставить перед собой более благоприятные цели, отвечающие человеческой природе. Ведические писания выделяют четыре основные цели человеческой жизни – Кама, Артха, Дхарма и Мокша. Но также существует и пятая, высшая цель жизни, которая естественным образом позволяет достичь остальные четыре. Давайте разберемся эти цели по порядку. Кама – это стремление к чувственным наслаждениям. Имеется в виду не животное удовлетворение чувств, а именно тонкое и изысканное наслаждение. В Кама Шастре описывается 64 искусства, среди которых пение, игра на музыкальных инструментах, танцы, рисование, нанесение на тело благоприятных знаков, украшение цветами, плетение гирлянд, украшение ложа, игра на инструментах в воде, искусство шитья и тканья, игра в стихи, приготовление напитков, строительное дело, искусство массажа, металлургия и т.д. Все, что так или иначе связано с эстетикой, чувственными удовольствиями и жизненным комфортом, относится к первой цели человеческой жизни – ками. Следующая цель – это Артха. Артха переводится как «то, что благоприятно» и означает «материальное процветание». Именно материальное процветание всего общества обеспечивает платформу для спокойной и чистой жизни. Но Артха – это не только и не столько счета в банке, заводе и фабрике. Истинная Артха – это то, что обеспечивает счастье и благополучие. Это чистый воздух и чистая вода, хорошие качества характера, правильное практичное знание, гармоничное отношение с людьми – это сила и благая удача. И лишь в последнюю очередь это богатство и средства производства, которые естественным образом приходят к человеку с хорошими качествами и правильным знанием. Понятие «дхармы» имеет несколько значений. Существует нитя дхарма или санатана дхарма. Она связана с вечной природой души и относится скорее к пятой высшей цели жизни. Но существует также и временная дхарма. Это обязанности человека, обусловленные его временным положением в обществе. Дхри – это санскритский корень, который означает глагол «держать». То есть дхарма – это то, что удерживает и поддерживает живое существо. Это также его предназначение – свадхарма, основанное на способностях и талантах человека. Под понятием дхарма следует также понимать религиозно-нравственные принципы, единые для всего человечества. В том числе основополагающие принципы человеческой жизни, которые изложены в Библии – это 10 заповедей. Мокша означает освобождение от страданий и от цикла перерождения и смертей. Эта четвертая цель жизни уже выводит живое существо на первую ступеньку трансцендентного уровня, но при этом все еще оставляет его в обусловленном состоянии, то есть зависимом от желания прекратить материальные страдания. Все эти четыре цели жизни сами по себе не являются чистыми и основаны на корыстных желаниях ложного эго и призваны лишь для того, чтобы постепенно привести человека к постижению высшей цели жизни – према-бхакти, то есть любовному бескорыстному служению Богу. Следование процессу бхакти является следованием истинной природе души и без труда обеспечивает достижение всех остальных целей. Природа души заключается в служении Богу, в то время как ложное эго ставит живое существо в неестественное положение наслаждающегося, что неизбежно приводит к материальным привязанностям и страданиям. Также в ведических писаниях говорится, что человек призван вести осмысленную жизнь, то есть, во-первых, стремиться к чистой и здоровой жизни, и, во-вторых, задавать вопросы об абсолютной истине. К слову сказать, оба этих смысла жизни по отдельности не способны принести достижение высшей цели. Чистая и здоровая жизнь необходима для того, чтобы ясным и спокойным разумом постигать истину. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, оставляйте свои комментарии и до новых встреч!